Так, сегодня у нас с вами фавориты, поэтому давайте сразу приступать. Первый мой фаворит, это тональная основа от Color Me, которая называется 2HB. Это мой давно забытый фаворит и снова возрожденный, можно так сказать. Долго я не пользовалась этой тональной основой, но потом, когда у меня все позаканчивалось, я как-то схватила эту бутылочку и я вспомнила, насколько сильно я все-таки люблю эту тональную основу. Поэтому безумно классная штука для нормальной и нормальной комбинированной кожи, склонной, наверное, к сухости скорее. У кого, возможно, была тональная основа Too Faced Born This Way, вот это практически то же самое, единственное покрытие немножко меньше. Очень легкая такая вот как гелевая текстура, абсолютно незаметно ложится на лицо, имеет такое вот среднее, может быть чуть ниже среднего покрытия. Очень натуральный финиш на лице создает, в общем-то, огромный-огромный мой фаворит. У меня сейчас это оттенок 3, это мой, скажем так, загарный оттенок, если можно так выразиться. Двойка у них немножко с розовым подтоном. Единственный недостаток, который я могу придумать в этой тональной основе, это их оттенки, потому что вот сейчас тройка, она нормальная, но она реально под загорелую кожу. Двойка, она с розовым подтоном и, в принципе, растушеванная выглядит ничего, но хочется, чтобы вот было вот такой вот нейтральный подтон, как тройка, но чуть-чуть светлее. Вот мне бы очень хотелось видеть именно такую тональную основу в этой линейке. Очень-очень-очень мне нравится, по стойкости тоже абсолютно нормально, и мне действительно нравится, что она вот просто максимально натурально выглядит на лице, как будто вообще ничего на лице не нанесено. Дальше хочу вам показать два карандаша, тоже моих фаворита. Первый это от Faberlic для бровей. Опять-таки мой забытый фаворит 55-45. Сейчас брови оформлены именно этим карандашом. Я довольно продолжительное время пользовалась помадкой для бровей от NYX, и сейчас она у меня начала подсыхать, и я опять-таки начала рыться, в общем-то, в закромах своих, что у меня еще есть. Достала этот карандаш, и опять поняла, что он офигенно классно подходит под холодный цветотип, холодные брови, холодные волосы, вот такая вот типа внешность, как у меня. Отлично просто этот карандаш подходит. Еще один карандаш, который тоже достала оттуда же, можно сказать, это карандаш от Giordano. Там у него очень длинное название, я напишу где-нибудь, чтобы сейчас не пытаться это все произнести. У меня оттенок 02 Espresso Last. Это темно-коричневый карандаш, и в последнее время у меня макияж вот такой вот, как вы сейчас видите на мне, то есть такие легкие тени, и растушеванный, вот мягко растушеванный карандаш в такую как бы стрелочку. И вот этот карандаш идеально просто растушевывается вот в такую мягкую, как бы дымчатую вельветовую стрелочку. Очень-очень стойкий и очень-очень красивый цвет. Безумно люблю я этот карандаш. Дальше тоже у меня фаворит, можно сказать, наверное, лето. Это вот такая вот водичка от Faberlic. Значит, это называется спрей лед для лица. Я это показывала уже в покупках, мне очень понравилось. Регулярно просто пользуюсь этим спреем. Эффект охлаждения на лице, он создает эффект охлаждения, как бы освежает, не просто макияж лицо как бы освежает. Его написано, что лучше всего использовать там в жаркую погоду, для освежения. Ну, я его использую как бьюти-водичку, то есть сбрызгиваю лицо, и таким образом вот все как-то выглядит еще более натурально на лице. Очень классно, если вы где-то чуть-чуть переборщили, может быть, с пудрой. Это убирает вот этот вот эффект напудренности. Тоже летом, что приятно, этот эффект холодка присутствует на коже. Недолго, минут, может, 5-10 присутствует, но все равно приятно. В общем-то, это как дополнительный бонус. Еще я тоже показывала недавно в своих покупках и говорила уже о том, что это мой огромный фаворит, но если вы не видели, то я в этом видео обязательно хочу об этом повторить. Это, как это даже назвать, тональный крем для ног от Faberlic. Да, он так и называется, тональный крем для ног 6 в 1 Perfect Legs. Обожаю я просто это средство. Я не буду сильно много повторять, скажу только, что это средство делает ваши ноги как из рекламы бритв для ног. Такие бархатистые, сияющие, загорелые. В общем-то, обалденно просто красиво выглядит. И еще тоже я забыла в прошлом видео сказать, у кого есть проблема сосудистой сеточки на ногах, у меня она есть. Она частично у меня прошла, но все равно еще присутствует. Вот эта штука очень классно выравнивает просто вот, ну как тональный крем, она выравнивает тоже и кожу ног. И получается такой вот как более однотонный оттенок. Очень-очень-очень красиво. Я теперь вот короткие юбки, шорты вообще не надеваю, если вот этого у меня на ногах нет. И сейчас я еще тоже быстренько остановлюсь на трех продуктах. И это конкретно уже из раздела готовки. Если вы не сильно в кулинарии, то можете на этом выключать видео, и вам уже дальше будет неинтересно. Но если вы любите готовить, по моему инстаграму, наверное, заметно, что я в последнее время сильно подсела на готовку. И раньше я выкладывала тоже видео с готовкой, но сейчас перестала, потому что я смотрю, как-то мало их, в общем-то, смотрят. Поэтому их очень трудно снимать и как-то, ну, короче говоря, мало их смотрят. Поэтому я поняла, что, наверное, это все-таки неинтересный формат для моего канала. Но, тем не менее, хочу сказать для тех, кому все-таки интересно, очень мне понравились вот такие вот терки. Вот это терки, которые я взяла две на пробы, я не знала, какая из них лучше, и одна и другая на китайских сайтах очень часто распространены. И это терки, которые создают такую, как лапшу или спагетти из овощей. Я очень сильно хотела попробовать спагетти из цукини или спагетти из кабачка. И вот конкретно вот эти вот терки помогли мне осуществить мою мечту. Как она работает? Вообще элементарно просто. Вы берете кабачок, прокручиваете его через эту терку, и получается такие длинная такая, как лапша, которая потом обжаривается на большом огне. Можно добавить какой-то соус туда. И у вас получаются очень-очень низкоуглеводные спагетти. Кто следит за своей фигурой, тот наверняка знает, что углеводы это очень большая бяка, особенно во второй половине дня и особенно на ночь. Поэтому чем меньше вы углеводов съедите на ночь, тем стройнее будет ваша фигура. Это 100% уже проверено очень многими. И макароны это, естественно, сплошные углеводы. А вот овощи на ночь, овощи плюс мясо, это вообще отличный вариант. И чтобы заменить гарнир чем-то более полезным, я решила попробовать вот эти терки. Что касается того, какая мне понравилась больше, вот эта вот зеленая, которая вот так вот выглядит, вот там терка сама, то есть, грубо говоря, вы берете кабачок и начинаете его прокручивать через эту терку. Вот эта мне понравилась больше, потому что как-то проще как будто с ней. Она меньше забивается, меньше рвет овощи. И как-то, в общем-то, мне больше понравилась с ней. Вот этой прелесть в том, что она делает как толстые вот эти спагеттины, так и более тонкие. То есть, с одной стороны у нее одна терка и с другой стороны другая терка. И в зависимости от того, что вы хотите, вы можете выбирать. Но я бы все-таки советовала взять вот такого вот типа, мне она понравилась больше. Таких терок, по сути, полно на очень многих сайтах. Там, где конкретно я их заказывала, я оставлю ссылку, кому интересно. И хочу тоже показать вам еще одну штуку, тоже для готовки. Сейчас, наверное, никто не поймет, что это такое. Ну, на самом деле, это форма для тортов, наверное, так можно сказать. И что в ней хорошего, она делается разной формы. То есть, видите, вот такой вот маленькой ее можно совсем сжать. А можно, наоборот, ее расправить и сделать достаточно большой, в общем-то, очень большой можно ее сделать. И что конкретно она делает? Я вот этой вот штукой именно вырезаю торты. То есть, например, я пеку коржи в духовке. И когда вы их печете, то они у вас, получается, ну, как бы, как оно запекается по форме, да, края, они всегда такие, ну, как бы, такое вот что-то непонятно. И вы наверняка замечали, что когда вам приносят какой-то десерт в ресторане, там все идеально, просто ровненько, красивенько. И для того, чтобы так получилось, эти края коржей обрезаются формами разными. И вот прелесть вот этой штуки в том, что вы можете выставить ее на определенный размер. Здесь, кстати, в середине тоже указан размер в дюймах. Там 16 дюймов, 18, 20. Вот вы, к примеру, зафиксировали на 20 дюймов, поставили здесь вот такой вот фиксатор. И после этого вы вырезаете вот все ваши коржи. И у вас все коржи идеально ровные, идеально вот такой вот идеально нужной формы, которую потом, когда вы один на другой наслаиваете, у вас тоже будет вообще вот прям как с картинки десерт. И я пользуюсь вот такой вот штукой для именно больших тортов. И еще у меня есть маленькие такие формочки для разного рода десертов. Вот если вы любите выпечку, не пожалейте денег и купите вот что-то такое, потому что это настолько как бы поднимает по уровню вашу готовку. То есть из обычного такого домашнего и какого-то такого себе до таких вещей, которые люди смотрят и такие, вау, ты это в ресторане заказывала или ты сама приготовила? И все, сама, конечно же, приготовила. И все, вау, ну так круто. Ну, короче говоря, поверьте мне, что вот буквально элементарная штука, но просто сразу намного выше становится ваша готовка при этом. Ну, давайте еще побыстричку сейчас расскажу про сериалы, которые я смотрю. Я сейчас смотрю один единственный сериал, он называется «Вечность». Пока есть только первый сезон, мы с мужем на него подсели, можно сказать, уже почти досмотрели первый сезон. Кому нравятся детективные сериалы с расследованием преступлений, вот что-то вот такое, тому понравится. Но у этого сериала есть элемент такой, как фэнтези, да, там главный герой, он как бы бессмертный, то есть его нельзя убить, если его убивают, он возрождается. И получается, он уже живет 200 лет на этой земле, и как бы через многое прошел, пытается узнать, почему же он, собственно, бессмертным стал. И вот такой вот элемент фэнтези тоже как бы добавляет изюминку этому сериалу, поэтому если вас заинтересовало то, о чем я вам рассказала, можете посмотреть. Он буквально с первой серии очень неплохо так затягивает, и приятный такой сериалец, не напряжный абсолютно. Вот и все, о чем я хотела сегодня вам рассказать в плане своих фаворитов. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если так и было, конечно же, ставьте палец вверх. Если вы не подписаны, пожалуйста, подпишитесь, это можно сделать, нажав на кнопочку там, по-моему, да, по-моему, там она будет. И обязательно подписывайтесь, мы с вами тогда увидимся в следующих моих видео. Пока!